Девушки отдыхают Девушки отдыхают Это семени бизнес Мариус Шапутье Первый, который строил компанию Он покупал виноградники в начале 19 века В 1808 год Это значит, что мы уже делаем вино два века Наш генеральный директор сейчас Его зовут Мишель Шапутье Он седьмое поколение Винерон на французском, который делает вино Но сейчас мой директор это Мишель Шапутье И ее дочка Матиль Шапутье Которая восьмое поколение У нас было раньше, когда мы начали Маленькие территории, мало виноградников И потихонечку семья Шапутье Они покупали виноградники на долине Орона И теперь у нас есть 600 гектаров виноградников во всем мире Матиль Шапутье Которая строила Которая начинала строить бизнес в Кыргызстане Она очень занята Ее много работа Поэтому она меня отправила в Кыргызстан Для держать нашу филиал в Центральную Азию Откуда вы и какое образование имеете? Я учил международный бизнес Вы университет Тулуз-Люмирай Это южная Франция Но я никогда там жил Я получил мой диплом туда Это очень сложный процесс Но это город, который я плохо знаю Тулуз Я сам из города Лион Чья была идея выхода на рынок Кыргызстана И как все складывается сейчас? Матиль Шапутье Она жила и учила в Китае И в Китае она встретила людей из Кыргызстана И у нее было много друзей Кыргыз И много ее друзей сказали Что в Кыргызстане невозможно найти хорошее вино Мы импортируем всегда Мы покупаем Когда мы путешествуем в Европу Мы там покупаем во Франции В Италии, в Испании Но в Кыргызстане нет возможности найти хорошее вино И они не один раз это повторили Мне там много раз сказали И Матильдана подумала Окей, давайте я открою филиал в Кыргызстане Чтобы мы единственная компания В Бишкеке, Кыргызстан Которая продает высокую гамму вино А это до сих пор правда Что самая элитная, высокая гамма в Кыргызстане Есть только Шапути Я не говорю, что других хорошего вино нет Есть хорошее вино в Кыргызстане Другие поставщики Но высокая гамма Мы единственные Високая гамма Это исключительное вино Которое можно хранить очень долго Которые получили очень хорошие баллы На винную критику Например, Роберт Паркер Какие возникали сложности При открытии магазина? Честно говоря Это не так сложно Потому что Кыргызстан в Центральной Азии Это свободная страна Я думаю, что это самая свободная страна Открыть магазин Это небольшой проблем Мы нашли это место Чуть больше, чем год назад Мы сделали ремонт чуть-чуть Мы сделали все документы Потому что нужно документы Для продавать товар Продавать алкоголь Мы вызвали пожарную инспекцию Чтобы наше помещение уважали всех закон И мы начинали работать Расскажите немного Как удается вести бизнес сейчас? Лучше идут оптовые или розничные продажи И сколько вообще работает сотрудников вашей компании? Конечно, сейчас легче Потому что у меня теперь опыт в Кыргызстане есть Это невозможно для всех, которые хотят делать бизнес Это невозможно использовать один бизнес-идей везде Что-то работает в Франции Или в Ниппоне Может быть, это не будет работать в Кыргызстане Потому что у нас У всех страна Звую культуру Звую менталитет И когда мы начинали бизнес здесь Может быть, мы работали слишком как француз И сейчас у нас была адаптация Если можно так сказать И мы уважаем больше кыргызскую культуру И менталитет для нашего бизнеса И это помогает для продажи У нас примерно 7 сотрудников У нас 2 компании Одну компанию для оптовых продаж И одну компанию для розницы Конечно, если мы смотрим наш оборот Оптовые продажи намного лучше, чем розница Но я замечал, что это уже один год Что оптовые продажи, они примерно стабильнее Но чуть-чуть лучше Когда продаж на рознице Они у нас каждый год Больше 30% Оборот Больше Это значит Что люди интересуют вино Больше в Кыргызстане И пьют больше вино Вы были в разных городах Расскажите, в каких городах вы были И чем вам больше нравится Бишкек Чем остальные Я жил в Париж Я жил в Лионе Потому что я родился в Лионе Город Лионе В долине Арона Недалеко от Финоградной Кишапуте Я жил в Москве Я жил в Ренин-остров Это рядом Мадагаскар Французский остров Ну, сложно сравнить Потому что Бишкек Это маленький город И Париж, Москва Это огромные города Конечно В мегаполисе есть свой плюс И свой минус В Бишкек Также Но я могу сказать Что мне нравится Бишкек Очень Потому что Размер города Не маленький Не большой Люди Хорошие, добрые Стресс мало Гори Всегда недалеко Я путешествовал В Кыргызстане В Исик-Куль Сун-Куль И для меня Очень удобно жить здесь И я пока Вообще не хочу Обратно жить В Париж Отдыхали ли вы В нашей стране? Если да, то где? В выходной Когда я успеваю Я уйду Я еду В Аларча И рядом В Бишкеке Когда время Чуть больше Когда у меня Есть отпуск Я Как Всех Настоящих Кыргызстан В Исик-Куль Когда летом Конечно Что мне нравится В Исик-Куль Это больше Южная часть Потому что Она больше Дикая Северная часть Это хорошо Для отдыха В гостинице В пляж Ну В Южной Исик-Куль Можно Это больше Дико Можно кататься На лошади Гулять Есть Трекинг Это мне нравится Очень Ну Что мне Больше Понравилось В Кыргызстан Это Сун-Кул Я Я был Я спал Четыре ночи В Юрте В Сун-Кул И мы Каждый день Катались На лошади Несколько часов И Есть Шуст Свобода Там Которая Невероятная Это было Я помню Что Первый день Я замечал Что мой телефон Не работает И Для меня Это был Большой стресс Это был Мой телефон Не работает И Я терял Продажу Мои клиенты Они не смогут Не звонить Это ужасно И Второй день Я забыл Мой телефон И Это было Несколько Я сам не помню Когда Я жил без телефона Наверное Десять лет назад Это было Первый раз Вот так И Я замечал Что мой телефон Он не так важен И Я вообще Четыре дня Забыл Мой телефон И Такое чувство Я думаю Что У всех Надо Расскажите Немножко про Вина Чем французские Отличаются От других Я думаю Что есть Что-то важное В Франции Может быть Французский Вин Он сложнее Чем другие Почему Он сложнее Потому что Во всем мире Виноделы Самое важное Это Виноград Мерло Шардоне Сера Сера Гронаж Каринян Мурвед Самое важное Это Сорт Виноград Есть Один Вин Обычно Во всем мире Это Один Сорт Виноград Или Два Иногда Обычно Один Сорт Виноград И Все Внимание На Этот Сорт Виноград Такой Сорт Виноград Виновкус Так Будет А В Франции Мы Для нас Ну В Италии Тоже Но В Франции Один Мы Используем У нас Внимание На много Фактор Это Не только Сорты Винограда Это Тоже Климат И Что-то Очень 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 Важное В Франции Больше Чем Везде Это Теруар Теруар Это Земля Это Важно В Франции И Еще Важнее Для Мишель Шапуте В Вино Шапуте Теруар Земля Землю Она В центре Внимания От Наш Вино Вообще Невозможно Сделать Один Категорий Вкус Для Французского Вино У нас Мы Используем Очень Много Сортов Виноград И Плюс В Франции Мы Используем Типа На русском Сложно Сказать Мультисепаж Это Мультисорт Виноград Это Значит Что Если У вас Два Сорта Виноград Гренаж И Сера Вы Сможете Один Винодел Он Сможет Дед Один Вин И Другой Винодел Он Сможет Другой Вин Потому Что Ведет Вино В Франции Это Чуть Чуть Как Духи Когда Вы Дете Духи Вы Добавьте Чуть Чуть Ингредиент Чуть Ингредиент Чуть Ингредиент И Потом Вкусно Пахнет А Если Вы Неправильно Это Сделаете Наверное Невкусно Будет Пахнет Вино Это Также Вы Выбираете Вино В Франции Потому Что Мы Используем Много Сорта Винограда На Один Вино Вы Добавляете Чуть Чуть Гренаж Чуть Чуть Сера Чуть 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 Коринян И Потом Вкус До Конца Может Будет Приятно Может Будет Неприятно И Потом Я Не могу Сказать Что Французское Вино У него Есть Такой Вкус У Нас Вино Из Долины Ароны Из Бордо Из Шампань Из Альзас Из Руссельон Из Ордеш У них Всех Разный Вкус Мы Много Вино Делаем Используем Процесс Биодинамику И Биологическое Биодистическое Вино Биологическое Вино Дает Европейский Союз Это Очень Долго И Сложный Процесс Надо Много Лет Заранее Спросить И Это Очень Долго И Сложно Надо Не Использовать Пестицид И Гербицид Это Флаг Европейский Союз Рядом Есть Деметер И Биодиван И Биодивин Можно Сказать На Русском Биодиван И Деметер Это Самый Популярный Лабель Биодинамику Биодинамику Что это такое? Биодинамику Это Как Биологически Но Лучше Биологически Это просто Гербицид Пестицид Не Биодинамику 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 Так же Но Плюс Мы Лечим Землю Мы Добавляем Натуральный Минерал Внутри Землю Мы Все Делаем Чтобы Наши Виноградники Они Сильнее И Лучше Как вы Замечали Есть Винтовая Пробка На тот Бутылок Это Вино Мариус Вино Мариус Это Один Вин Наш Бестселлер В мире Это Уже В Кыргызстане Можно Ему Найти На много Места В Бишкеке И Почему У нас Сейчас Такая Пробка Потому Что Такие Пробки Для Молодого Вино Это Вино Которое Можно Пить Каждый День Мариус Это Хорошее Вкусное Вино Для Каждый День И Это Тоже Вино Которое На много Места В Бишкеке В Меры Продают В ресторан Продают По бокалу И Если У вас Есть Пробка Такая Виновая Можно Открыть И Закрыть И Хранить Вино Еще Еще Неделя Это Сохранит Всех Аромат Фруктовый Аромат Такие Пробки Кислород Не Сможет Входить Внутри Бутылку Когда Вы Закроете Ну Почти Не Сможет А Когда У вас Обычные Пробки Вот Такие Пробки Обычные Пробки Если Вы Это Откроете И Потом Закройте Все Уже Надо Это Пить На Один День Следующий День Аромат И Фруктовый Аромат Будет Не Так Сильный И Вино Не Будет Вкусно Почти Всех Вино Которые Мы Мы Продаем Они Молодые Но Вмежду Всех Вино Которые Мы Здесь Продаем Есть Вино Которые Надо Пить Молодые И Есть Вино Которые Можно Хранить Какие Вино Можно Хранить Это Невозможно На Пят Сугун Отвечать Этот Вопрос Надо Знать Вино Надо Знать Какое Вино Точно Можно Хранить И Как Долго Вино Мариус Которое Вы Видели Это Вин Который Можно Пить На Пять Шесть Лет Не Больше После Этот Срок Он Не Будет Так Вкус Ну Этот Павильон Это Один Вин Который Можно Свободно Пить После Пятьдесят Лет И Больше Само Важное Это Это Хранит Хорошо Это Вот Температура Должна Быть Хорошо Все Должно Быть Хорошее И Стабильное Лучше Купить Молодой Вин И Сам Хранит Вы Сможете Посмотреть В интернет Какой Вин Можно Хранить И Какой Нет Сможете Написать В интернет Название Вин Роберт Паркер Критику Я чуть Рассказал Роберт Паркер И Роберт Паркер Он Отдал Балов Много Вино Не только Шапуте Много Вино Во все Меры И Вы Сможете Там Посмотреть Если Вино Хорошее Сколько Можно Хранить И Сам Хранить У нас Маленький Традицион В Франции Когда У Люди Есть Ребенок Дети Мы Покупаем Одну Бутылку Хорошее Вино И Мы Это Храним В 18 Лет И Мы Топьем Когда Наши Дети Он Уже 18 Сколько Языков Вы Знаете На Каких Говорите Я Говорю Конечно По Французски По Английски Русски Разговор Есть Шипки Много Чуть Немецкий Это Был Мой Второй Язык В школе И Креольский Это Язык Это Типа Нереальный Язык Как Диалект От Французский Язык Где Который Используют Люди Которые Живут В районе Остров Рядом Марагаскар Кыргизский Знаете Понимаете Я К сожалению Плохо понимаю Кыргизский Я хотел Учить Кыргизский Язык Потому что Я думаю Что это Важно Это Показывает Что Я уважаю Культуру Но Пока Я хочу Что Мой Русский Лучше И потом Если я до сих пор Живу в Кыргызстане Я буду обязательно Начинать Учить Кыргызский Язык Можете ли дать Пару советов Для начинающих Бизнесменов Надо не бояться Надо быть Надо доверять Себе И Очень важно Надо Очень много Разговаривать От Вашей идеи Если у вас Есть идеи Не скрывайте Ваши идеи Разговаривайте Много Потому что Всех людей Смогут Вам Советовать Иногда Плохо Иногда Хорошо Но Результат Всегда Будет Хорошо Очень много Разговаривайте О вашей Идеи И потом Надо Уже Начинать И не бояться Риски Спасибо Большое Вам за разговор Было интересно Познавательно Будем приходить К вам еще И вы к нам Тоже Заходите Спасибо Вам Редактор субтитров